Раз в 40 минут раскаленный уголь погружается из печи в железнодорожные вагоны. Температура больше 1000 градусов Цельсия. Не менее зрелищный процесс тушения. В вагонах сырье разъезжается по различным цехам, где оно подвергается обработке. На литейном дворе уральской стали своими глазами можно увидеть, как по желобам течет жидкий металл. Температура плавления изделия 1400 градусов. Зрелище действительно завораживающее. Литейный двор открытого типа остался не на многих металлургических предприятиях страны. Уральская сталь сохраняет традиции и демонстрирует процесс производства посетителям. Экскурсии здесь проводят уже несколько лет. Этот опыт помог развивать промышленный туризм. Большим спросом пользуются экскурсии среди школьников и студентов, потому что в нашем городе у нас есть подшефные школы. Соответственно, классы прям группами приезжают на предприятия и смотрят наши цеха. Это студенты, студенты профессионального колледжа города Новотроицка, студенты Московского института стали и сплавов, которые готовятся по техническим специальностям. Они также приезжают к нам на комбинат, знакомятся с производством и потом в дальнейшем приходят к нам на работу. Для каждой возрастной категории свой маршрут. Стальные рубежи, стальной путь, хочу быть металлургом. В них же входит и посещение музейного комплекса завода, где специалисты знакомят с историей и работой предприятия. Еще одна из точек промышленного путешествия – предприятие Акерман Цемент. Нам удалось увидеть редкое зрелище – подрыв от весняка. За несколько секунд до земля дрожит под ногами. И вот он, долгожданный момент. У нас два карьера – центральная и северо-западная. Нашим карьерам 330 миллионов лет. И да, люди могут найти экземпляры различных обитателей того моря, которое было 330 миллионов лет. Брахиоподы, трилобиты. Вот. Вполне сохранившиеся. После карьера – осмотр производственных цехов. С точки зрения промышленного туризма «Уральскую сталь» и Акерман Цемент оценивают специалисты. Промышленный туризм может стать очень мощной такой палочкой-выручалочкой в целом для региона. Потому что через промышленный туризм показать есть что, и рассказать есть что. Можно будет развивать не только какие-то социальные проекты, но инфраструктуру и среду очень важную. На самом деле, качество среды сегодня определяет очень много. Специалисты уверены, если увеличится уровень промышленного туризма, города станут более благоустроенными и престижными как для жителей, так и для гостей. Алена Круглова, Алексей Назин. Новости дня.